Дно не очень чистое, много сухих листьев, нет коралла прямо здесь, нужно плыть сдалеко. Как вам такой рай? Будем мы голодать с тобой. Мы в этом острове. Привет, это Вики, и меня все еще носит по Мальдивам. В этой серии я наконец покажу вам остров Тодду. Тодду – крупный остров в северном Ариатоле, всего в 20 километрах от Розду, который мы с вами посетили в прошлой серии. Здесь живет не так уж и много людей, около полторы тысячи. Остров Зелин, много пальмовых рощ, красивый длинный белоснежный пляж. Есть отдельная территория для туристов – Бикини-бич, где более-менее все поддерживается аккуратно. Радует то, что можно без проблем найти тенек, здесь много зарослей. Путь на пляж занимает минут 15, если идти пешком, хотя в некоторых гестхаусах предлагают велосипеды. Почти весь остров засажен овощами и фруктами. Это как раз тот самый остров-огород, один из трех, который кормит все Мальдивские острова. Здесь произрастают папайя, арбузы, бананы, кокосы, перец чили, баклажаны, огурцы и другое. Обрабатывают плантации наемные работники из Бангладеша. Даже, понимаешь, даже то, что ты как бы путешествуешь с пакетом, ты меня уже обрабатываешь. Я не путешествую с пакетом! А что, я такая простая, как всегда. В шляпе и с пакетом. Так, я кажется, себе разбила палец на правой ноге. О, Индия на проводе. В Индии говорят, алло, привет. Привет, привет. Индия, русскоязычная страна. Чем берег? Мечет. Берег меча? Мне вообще, я не представляю, как на Мальдивах можно быть вегетарианцем. Все вокруг рыба. Интересно, зачем они огородили эту мечеть? Чтобы ее не видно было, может быть. Чтобы с глядом зря не протирал. С глядом повод. Отлично, у них на витрине такое разнообразие. Я вообще уже... Я уже вся в предчувствии. Смотри, можно поесть пепси. А можно выпить редбула. Вот и весь ассортимент. Какие-то лепешечки дам. Привет. Привет. Я у тебя есть. Может быть. Может быть. Может быть, в сентябре. Привет. Я у тебя есть? В сентябре. Я у меня есть. Я хочу пища. Туна. Туна и кури. А, да. У тебя туна и кури? Нет. Хорошо, туна и кури. Роза и машини? Нет. Большое спасибо. Я думаю, что, блин... Будем мы голодать с тобой. Я думала, что это ничемное. Я надеюсь, ничемное в целях. Да, исключительно. За время нахождения на острове нам не удалось даже попробовать папайю. Имеется несколько магазинов, но, как ни странно, фрукты и овощи там не продаются. Местные жители говорят, что, когда им хочется папайи, то они идут и срывают ее прямо с дерева. Мда... Урожай регулярно отправляется в Мали. Кстати, от меня совет. Возьмите с собой мощный репеллент от комаров, так как именно на Тодду их очень много. Продолжение следует... Играет музыка Белоснежный пляж Не без мусора Есть несколько зонтиков И тенечек Кустики всякие Можно укрыться от солнца Дно не очень чистое Много сухих листьев Нет коралла Прям здесь нужно плыть далеко Я просто рассказываю все как есть Я не при Я не Не придираюсь Вообще ощущение от острова неплохое Большая центральная улица Остров большой Для вегетарианцев вообще Настоящий рай Можно собирать прям с огорода Овощи Папайю Арбузы Короче жить можно Можно даже в палатке жить Приезжать И устраиваться Где-нибудь в огородике Ну да Не подсмотришь Даже если бы хотел А тут все С попкорном Катались мы на великах Тормознули возле одного пляжика И увидели вот это Как вам такой рай Если вы хотите приехать на Тодду из Мали То самый дешевый вариант Это сесть на общественный паром Который ходит по вторникам, четвергам и воскресеньям Стоимость проезда около 3 долларов Сначала вы доплывете до Розду Дорога займет 3 часа Потом вам придется пересесть на лодку до Тодду И после одного часа путешествия будете на месте На обратный путь Есть еще один бюджетный вариант Это ночной паром Вот его там и выбрали Короче сегодня я плыву на ночной лодке Которая в 12 часов отправляется Идет в Мали с острова Тодду На такой локальной лодке Билет на который стоит 5 долларов Я буду спать наверху Так здесь у нас капитан Получается проход через капитана Вот так вот здесь мы будем Лежать спать Сори Ооооо Так это же склад папайи Круто Это все овощи Которые везут из Тодду в Мали Очень круто Класс Я обожаю ночевать На этом кончилась батарейка. Пали мы отлично, а в пол седьмого утра были уже в фарту Мали. В это время здесь можно было наблюдать вот такую картинку. Угадайте, куда мы с вами возвращаемся? Верно, на Мафуши! И чем мы с вами займемся? Правильно, будем жарить дерево. Вот это дерево мы потом сведем вместе с Рейсом. Еще в ближайшее время вас ждет новый музыкальный клип, кулинарное шоу от Вики и новое информативное видео о том, чем заняться на Мальдивах. Короче говоря, будет много новых видео, поэтому подписывайтесь на канал, если вы не постоянный зритель и включайте колокольчик. Чтобы уж точно не пропустить, лайки, репосты, комменты и просмотры рекламы воспринимаются мной как поддержка канала. Спасибо вам! Увидимся скоро! Пока!